Венесуэльские врачи и пациенты всех возрастов вышли с протестом рядом с медицинским центром в Каракасе. Они требуют увеличить зарплату медицинским работникам и решить проблему постоянной нехватки лекарств. Сотрудники больниц за две недели работы получают от 190 до 220 тысяч бальваров. Это примерно один доллар США. «Во-первых, проблемы в больницах ни для кого не секрет. Во-вторых, зарплаты такие, что даже уличный продавец кофе зарабатывает больше. Как может так быть?» По оценкам фармацевтической ассоциации, в больницах и аптеках постоянно не хватает 85% лекарств. «Я протестую, потому что сегодня в детской больнице закончились лекарства для антиретровирусного лечения детей с ВИЧ. Если сегодня пациент приходит к нам, мы отправляем его домой без всякой помощи. При этом мы знаем, что эта болезнь серьёзная, и её нельзя не лечить». В Венесуэле к началу 2014 года обострились экономические проблемы. Положение ухудшило резкое падение мировых цен на нефть. В стране началась нехватка основных продуктов питания и товаров первой необходимости. Полки аптек также почти опустили. Президент Николас Мадуро заявляет, что экономический кризис создали коррупционеры и спекулянты. Он также обвиняет США в том, что они ведут против него, экономическую войну. Оппозиция считает причиной проблем неумелое управление экономикой страны и обвиняет Мадуро в разрушении демократии.